Мур-мур-мур, миру, ня! Итак, дети мои, я принял решение и глощаю его. Слово короля – закон. Того, кто ослушается королевского приказа, ждёт смерть. Наше королевство не в состоянии содержать такое количество принцев и принцесс. Поэтому принц Дракеанос остаётся в замке и будет наследником престола. Принц Хипстер поступает на военную службу и будет служить Отечеству верой, правдой и своей жизнью. Принцесса Милена выходит замуж за принца Гвенделя из Намбезии. Принцесса Камила выходит за герцога Бургера из Гретеборга. Принц Нефрит отправляется в монастырь, где приведёт остатки своих дней, молясь о благе короля. Принцесса Няшка и принцесса Лисичка изгоняются из королевства и должны к рассвету покинуть замок и отправиться в дремучий-дремучий лес. Принцесса Но отец, мы же принцессы, а в дремучем-дремучем лесу живут гремучие-гремучие змеи, которых так боится Лисичка. Принцесса Не смей мне перечить, твоя сестра сама виновата. Принцесса Нечего было называть герцога Энрихвельда старым козлом. Принцесса Он наш лучший поставщик вина и сыра. Принцесса Надо было вести себя с ним учтивее, чтобы короне не пришлось платить за продукты. Принцесса Но отец, он и правда старый козел, а в дремучем-дремучем лесу живут кусачие-кусачие пауки с волосатыми-волосатыми ногами. Ты же знаешь, как я не люблю волосатые ноги, а у них их аж по восемь штук. Это несправедливо! Принцесса Молчать! Ты посмела назвать принца Лестера жирным дураком. Он наследник престола соседнего королевства. Ты должна была выйти замуж за этого дурака и стать там королевой, если не хотела наказания. Радуйтесь обе, что я не казнил вас на месте. Я бы и казнил. Но тогда я буду плохо выглядеть на фоне других правителей. В последнее время в моде это, как её, гуманность. Всякие там права человека. В общем, казнить вас без скандала на мировой арене не получится. Поэтому, чтоб к рассвету духу вашего в замке не было. Может где-то там, на болотах, найдёте себе достойных принцев, непослушные мои дочери. Делать нечего. Пойдём, лисичка, пока нас и вправду не казнили. МОТОР МОТОР Отец, мне кажется, что вы слишком погорячились Не стоило выгонять няшку с лисичкой В лесу для принцесс очень опасно И ты туда же Я думал, ты самый достойный из всех моих детей Не смей мне перечить Они заслужили наказание Нет, 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 нет Повесь эту картину на ту стену А не на эту Кто поклеил сюда эти обои? Какая безвкусица Ваше Величество Вы же вчера сами их выбрали Остолопы Вы все перепутали Я не мог это выбрать Живо переклеивайте Эти обои совершенно не подходят к ковру Отец, может вы все-таки передумаете? Слово короля закон Сказал в лес, значит в лес И куда вы эти канделябры понесли? Бездари Да Похоже, с отцом говорить бесполезно Пойду посоветую с братьями ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, врежь ему еще разок Ну что ты его жалеешь? С развороту влепи Я не хочу его покалечить Это же просто тренировка Брат, мне кажется, наш отец слишком строг с лисичкой и няшкой Я тоже так думаю Но что мы можем поделать? Он же король Он выгнал их в лес Они же погибнут Погибнут, погибнут Мы все тут погибнем Что ты несешь? Ты пьян в дрова Хорошо им Они-то вырвались на свободу А вот мне придется гнить в монастыре Да какая разница? Ты что тут, что там ничего не делаешь? Все, ладно Что ты предлагаешь? Нужно найти няшку и лисичку Пока они не погибли в лесу Да вы с ума сошли Кто на такое отважится? Братья мои Вы же знаете Я не могу уехать из замка Король сразу заметит мое отсутствие А ты, хипстер Все равно постоянно в разъездах То на охоту То на турниры Ладно, я согласен Если король спросит Где я? Скажите, что мне надоело Болтаться без дела в замке Я решил проверить Наши гарнизоны На северной границе Возьми моего ворона Это самый быстрый конь Во всем королевстве Удачи, брат Будь осторожен А я буду молиться За твое здоровье ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хмм... Что-то странное там творится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, сестры проходили мимо этой деревушки. Заеду, расспрошу жителей. Эй, носатые, не проходили ли мимо вашей деревни две принцессы в золотых коронах? Да, господин. Несколько дней тому назад кузнец видел двух принцесс именно в золотых коронах. А куда они направлялись? На север принцессы подались. Да нет, дурак. Туда они пошли. Господин, не суди строго. Мы крестьяне безграмотные. Могли что и напутать. Так, ладно. А где этот ваш кузнец? Так это, в кузнице. Но только его нет там. Вчера как ушел в лес, так никто его и не видел больше. А зачем же он туда пошел? Ну, корова пропала. Вот он и пошел ее искать. А теперь и сам пропал. Ну что ж, делать нечего. Придется ехать в лес кузнеца искать. Ох, господин. Будьте осторожны. Поговаривают, что-то неладное творится в этом лесу. Так, ворон. Дальше я пойду один. Жди меня здесь. Дальше я пойду один. Хм. Чую, что-то недоброе тут обитает. Хм. Чую, что-то недоброе тут обитает. А когда мы носатого съедим? Надоели уже эти коровы? Не спеши. Завтра его пожарим. Да надоело это жареное мясо. Давай лучше его сварим. Это варить в котле надо. А где же мы его возьмем? Вот же ж засада. Это пещерные огры. Да здоровые какие. Боюсь, с обоими сразу мне будет не справиться. Нужно как-то их разделить. Так что, говоришь, он кузнецом был в деревне? Да вроде как. Пусть тогда скует нам котел. Да такой побольше, чтоб сам туда поместился. Ээээ, ты слышал? Это конь снаружи вжет. Да, точно. Конины мы тоже давно не едали. Сходи, посмотри. Может, это путник какой к нам пожаловал. А что это я? Давай сам иди. Ну ладно. Только тогда копыта мои будут. Ох, а вот и ужин подостел. Эй, лысый, не спеши. Эй, ты скоро там? Куда пропал-то? Я тебя сейчас убью. Ууууууууууууууууууууууууууууууууауууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Капитан, как же так? Мы отклонились от курса. Боюсь, можем не успеть к сроку. Мой товар пропадет. Здешние места очень опасны. Поговаривают, что в этой бухте промышляет шайка пиратов. Не встретиться бы с ними. Ведь у нас даже пушек нет. Да, это я приказал снять пушки с корабля. Ну понимаете, просто они слишком тяжелые. Без них можно гораздо больше товара нагрузить на корабль. Да, остается только надеяться на удачу. Пираты! Мы в ловушке! Все пропало. Быть может, мы все-таки сможем уйти от них? Ведь вы же говорили, что ваш корабль самый быстрый. Да, так и есть. Мой корабль был самым быстрым. Пока вы не нагрузили его до краев своими товарами. Теперь он и быстрее черепахи. Эй, вы там! На корабле! Это наша бухта! Все, кто здесь проплывает, должны платить! И сколько же вы хотите? Пятьсот золотых монет! Это грабеж! Я не буду столько платить! Капитан, думайте быстрее! А то у меня на корабле команда нервная. Могут не дождаться ответа, а? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Мы не будем платить! У нас нет столько денег! А мы сейчас это проверим! Ха-ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok Да, надо было лучше заплатить Очутились черт знает где Как теперь корабль починить? Субтитры сделал DimaTorzok Тебе конец! Я тебя раздавлю! Субтитры сделал DimaTorzok О боже! Вы спасли меня! Спасибо, господин! Я думал, они меня сожрут! Да, кузнец! Тебе очень повезло, что я вовремя подоспел! Так куда говоришь? Принцессы направились! Прямиком на север принцессы пошли! Господин, поезжайте по этой дороге! И, быть может, вам повезет найти их там! Благодарю! А ты больше не ходи в лес один! В следующий раз могут не успеть спасти! Ну, бывай! Капитан, как движется починка корабля? Долго нам еще торчать на этом проклятом острове? Древесины нам уже хватает! Скоро сможем закончить ремонт! Но у нас кончается еда и питье! Надо бы отправить матросов вглубь острова! Может, добудут чего? Хорошо! Я отправлю своего помощника! И еще пару матросов! Пусть заготовят побольше еды в дорогу! Субтитры подогнал «Симон»! Эй, народ! Идите сюда! Здесь много картофеля растет! Вы где там? Что за... А-а-а! Помогите! Ау! А-а-а! 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 Субтитры сделал DimaTorzok На западе от наших границ дым столбом стоит, будто горит что, как бы беды не было Горит, говоришь? Это уже интересно, нужно срочно послать туда отряд, пусть выяснят, что там происходит Да, отец, сейчас же прикажу собрать отряд А твой брат Хипстер пусть его возглавит Эээ, но ведь его же сейчас нет в замке Вот так всегда, когда он больше всего нужен, его всегда нет на месте Эээ, но он отлучился по важным делам, поехал проверять южные рубежи нашего королевства Так, ладно, тогда ты поезжай и разберись, есть ли какая угроза нашему королевству ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надо бы проверить Вдруг кому-то опять нужна моя помощь? Субтитры создавал DimaTorzok По-видимому, тут и без меня справились Пора выбираться отсюда Что-то мне подсказывает, сестренка уже совсем рядом Эх, ну где именно? Вперед, ворон, продолжим наши поиски Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, дела плохи Кто-то напал на нашу сторожевую башню Господин, неужели это соседнее королевство объявило нам войну? Не будем делать поспешных выводов Мы должны разобраться, кто именно на нас напал Возможно, это были просто разбойники Но, господин, наши башни хорошо защищены Простые бандиты не смогли бы их захватить Да, ты прав, солдат Поэтому мы отправимся в ближайшую деревню Вон там, на холме Возможно, они все видели И смогут нам рассказать, что здесь произошло Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ваше Величество У нас в монастыре не принято просто так бездельничать Сегодня мы должны прополоть все грядки Отстань, брат, я устал Сколько можно их полоть, а? Дай отдохнуть в тени Ничего с твоими грядками не случится Ну, как знаете, господин Да только если настоятель увидит, что вы не работаете Эээ, хотя, да, вы же принц Да уж, принц с тяпкой Хм, я смотрю, что наш брат Нефрит не справляется с работой на поле Настоятель, ну сегодня же слишком жарко Тогда я, пожалуй, дам тебе другое задание Вступай-ка в подвал церковной библиотеки И наведи там порядок Эээ, но ведь там же несколько лет никто не убирался Там работа-то на целый месяц Хм, брат мой, а ты разве куда-то торопишься? Эх, да нет, мне теперь некуда спершить Музыка Ну и хавос же тут! Фу, такое чувство, что здесь вообще никогда не убирались Ого, какая необычная книга Ну-ка, ну-ка, посмотрим Что в ней написано Так, Бестиарий Хм, что бы это значило? Так, раздел Драконопедия Вот это уже интересно Драконопедия Субтитры сделал DimaTorzok Драконопедия Эта деревня тоже сожжена По-видимому, это сделали те же, кто разрушил сторожевую башню Судя по всему, господин, они направились вглубь нашего королевства Да, и у них сильная армия Обыщите деревню Возможно, здесь кто-то уцелел Мы должны точно выяснить Кто напал на наше королевство Породите Я тут застрял Спасибо, господин Если бы не вы Я, скорее всего, погиб бы тут Скажи, ты видел, кто напал на вашу деревню? Да, господин, я как раз возвращался с поля И вдруг услышал оглушительный рев А затем грохот такой бум Они доносились со стороны пограничной башни Кто это были? Откуда они пришли? С такого большого расстояния Я не смог, к сожалению, разглядеть людей, которые атаковали башню Но с ними было это ужасное существо Кажется, их называют драконами Что? У них был дракон? Да, господин Я видел его своими собственными глазами Так же, как вижу сейчас вас Но как? Откуда он взялся? Мы-то думали, что их уже давным-давно нет Этого я не знаю, к сожалению Но вот когда вражеские солдаты напали на башню Наши воины отчаянно сражались И не позволили врагу захватить ее Тогда захватчики отступили А из-за гор вылетел огромный огнедышащий дракон Он приблизился к башне И обрушил на нее всю свою ярость Огненное пламя было настолько жарким Что вмиг прожгло всю башню насквозь Затем дракон взмыл в небо И оттуда обрушился уже на нашу деревушку Все это происходило очень быстро К сожалению, я не успел никого предупредить И сам остался жив Лишь чудом Мда Если все, что ты нам сейчас рассказал, это правда То наше королевство в большой опасности Мы должны немедленно сообщить об этом королю Субтитры создавал DimaTorzok Лисенька, солнце уже встало Давай попробуем перегнать корабль, пока светло Да, давай Только чурья уруляет Хорошо, тогда я пойду на нос И буду говорить, куда рулить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лися, тормози, я вижу наш берег Ура, мы дома Ой, там кто-то скачет по берегу Ого, пиратский корабль Похоже, сестренки в опасности Надеюсь, пираты их не видели Надо разобраться с ними Пока не стало слишком поздно Смотри, Лисенька Этот человек на берегу достал меч Кажется, он собрался с нами драться Давай шмальнем по нему из пушки Не, погоди, надо разобраться Возможно, он просто испугался наших черных парусов Ой, Няшка, смотри Это же наш братик Хипстер Сестренки, наконец-то я вас нашел Как вы оказались на пиратском корабле? С вами все в порядке? Более чем Это не пиратский корабль Это теперь наш корабль А парус черный Ну, мы просто не успели его поменять Вы что, угнали судно у пиратов? Да, но им теперь больше не нужно Как и все их награбленные товары Ну вы даете Я да приехал вас выручать Но смотрю, вы и без меня тут прекрасно справляетесь Ну что, поехали домой? Мы с братьями спрячем вас в деревне Недалеко от замка Отец ничего не узнает Хипстер, ты в своем уме? Мы, принцессы, должны прятаться где-то по деревням в хлевах Не, мы тут новое королевство строим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да Это, конечно, не замок Но дом вполне приличный получился Вы время зря не теряли Так что не беспокойся за нас Передай от нас привет братьям и сестрам Вам, бедняжкам, в замке не легче живется Так что, если чего Перебирайтесь к нам У нас есть и коровы, и огород С голоду не помрем Что ж, теперь я за вас спокоен Пожалуй, вдали от замка вам все-таки безопаснее Тем более, постоять вы за себя определенно можете Ну а мне нужно возвращаться Что-то очень неспокойно в нашем королевстве Какое-то у меня нехорошее предчувствие Когда все успокоится Думаю, мы с братьями навестим вас Удачи тебе, братишка Береги себя Редактор субтитров А.Семкин Нужно поспешить Мы должны предупредить наших Что королевство в опасности Надеюсь, враги еще не успели добраться до нашей столицы Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Господин, мы попали в засаду Что делать будем? Их слишком много Нам так просто не уйти Придется сражаться Но хотя бы один из нас должен добраться до столицы И рассказать, что началась война Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают О-хо-хо! А я-то всю жизнь думал, что драконы Это всего лишь миф, придуманный стариками Чтобы пугать непослушных детей Но в книге приведено очень много доказательств Реального существования драконов Неужели это все правда? Что-то я давненько не видел принца Нефрита Да, настоятель С тех пор, как вы отправили его убирать библиотеку Мы тоже его больше не видели Ну-ка, ну-ка Надо осмотреть все повнимательнее Возможно, здесь есть и другие полезные книги Вот, ну конечно же Я так и знал Это книга по древней магии Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сложите свое оружие, людишки И мы, быть может, пощадим ваши жалкие жизни. Нам нельзя сдаваться. Ребята, вы со мной? Конечно, господин. Мы готовы погибнуть, но не позволим этим зеленокожим захватить наше королевство. Тогда вперед, друзья! Мы должны вырваться из этой засады! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вам не одолеть нас! Вас слишком много! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я задержу их! А ты беги к моему коню и скорчи в замок! Ты должен рассказать королю, что здесь произошло! Ну, держитесь, зеленые лягушки! Скорее, остановите его! Недоумки! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Пришлось выдвинуться в поход А это, между прочим, твоя обязанность Ну, отец, я же говорю, я... Ничего даже не хочу слушать об этом Ваше Величество, прибыл Ганец Берда! Ой, Берда! Да что случилось-то? Говори уже скорее! Ваше Величество, мы нашли отряд Напали, и их очень много Да успокойся ты уже! Давай рассказывай толком, что там с вами приключилось? Где мой сын Дракеарнос? О, мой король! Мы ничего не смогли поделать Их было слишком, слишком много Ваш сын попал в плен Мне просто чудом удалось добраться до замка Кто напал? Ну говори же! Это были орки! Орки? Эти трусливые болотные твари? Да как они подсмели? Напасть на наше королевство? Да, сами бы они скорее всего не отважились бы этого сделать Но с ними был тот темный маг А еще... Еще у них есть Дракон! Как Дракон? Что за бред? Драконы вымерли уже тысячу лет назад! Нет, ну что вы! Мы своими глазами видели башню, разрушенную этим Драконом! Так, все понятно! Предсказания начинают сбываться! Я давно этого ждал! Но, к сожалению, теперь я уже слишком стар! Пора собирать армию! Хипстер! Ты ее возглавишь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Надеюсь, что Лучник все-таки добрался до нашего заново! Эй, ты! Наш господин хочет тебя видеть! А мы сможем после допроса съесть этого принца, а? Он ведь больше не нужен будет! Но после допроса! Не знаю! Это все-таки принц! В том-то и дело! Я слышал, что у принцев мясо очень вкусное! Нежное такое! У меня уже слюнки текут! Давай, пошли! Повелитель! Мы поймали принца из соседнего королевства! Что прикажете с ним сделать? Что ж, это хорошо! Теперь мы сможем его допросить! Ну-ка, принц! Поведай нам! Насколько сильно ваше королевство! Вам ни за что нас не одолеть! У нас самые храбрые войны! Мне кажется, ты сильно переоцениваешь свои возможности! Я готовился к этой войне долгие годы! Собрал бесчисленную армию! Призвал под свои знамена союзников! На моей стороне орки, огры, маги, драконы! Что могут противопоставить эти никчемные смертные людишки? Ха-ха-ха! Все равно! Мы будем сражаться с вами! Даже и не мечтайте! Наше королевство никогда не покорится вам! Это мы скоро увидим! Бросьте принца в темницу! Пусть пока посидит там! Да не забывайте его кормить! Я хочу, чтобы он дожил до того дня, когда падет его королевство! Господин! Вам пора выпить целебного отвара! Иначе вы потеряете всю силу! Я уже вижу, как ваша аура тускнеет! Да! Давай его сюда, проклятая ведьма! Вот! Это другое дело! Я сразу чувствую прилипси! Я чувствую, что мы уже достаточно сильны! Пора нам нанести решающий удар! Самое сердце королевства! Я сам поведу вас на штурм столицы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прямо удивительно, как мы с тобой вдвоем умудрились его убить! И чего эти шахтеры его боялись? Не такой он и сильный! Ну а теперь надо его лутнуть! Интересно, что из него выпало? Ах! Куда он пропал? Только что тут был! Так, поигрались и хватит! Не надо никому лутать! О! Он живой! Он разговаривает! Нифига себе! Ну конечно разговариваем! Я же дракон! А я думала, что драконы это просто кровожадные ящеры, которые всех жрут и плюются огнем! Будешь тут плюваться огнем, когда твой дом разоряет? Я спал себе спокойно тысячу лет! А тут слабуются ко мне какие-то! Сквозь диктей устроили и золото моё украли! Признаю, погорячился! Но я вообще злой в курсу! А как же ты нас не убил? Да не могу я девчонок бить! Тем более, что и не сделали вы меньше плохого! Ну, притворюсь мёртвым! Вы сами уйдёте! А мы тут что-то мутать собрались! Нечего больше мутать! Не осталось у меня золота! Так ты без дома остался! Ну да! Не просто найти хорошую лодку! Люди везде добраться умудряются! А поехали с нами! Мы одни в лесу живём! Горы у нас нет, но недалеко от дома есть расщелина! Думаю, она бы тебе понравилась! Посторонних у нас почти не бывает! А золото мы тебе своё отдадим! У нас его много, а одевать всё равно некуда! С вами говорить? Хорошо! А зовут-то вас как? Я Ня! А это моя сестрёнка Лисичка! Ну а я? Древнейший из рода Эндер Драконов! Имя мне Ромуф! Можно мы будем звать тебя просто Рома? А то как-то слишком длинно и официально! Мы ведь теперь друзья! Ладно! Зовите, кого вам нравится! Куда лететь-то? У нас корабль на берегу! Жди нас пока там! Мы ещё немного здесь осмотримся и тогда поплывём домой! Субтитры делал DimaTorzok 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 Какой же шум и топот там наверху! По-видимому, злодеи отправились в военный поход! Надеюсь, наше королевство готово к обороне! Эх, все ушли! А нас оставили тут! Не видать нам теперь богатой добычи! Ну, должен же кто-то охранять пленников, а? Да зачем они вообще нужны? Съесть их, да и всего-то делов, а? Никаких проблем не будет! Значит, кроме Стражей, в замке никого не осталось! Хм, лучше времени для побега может не оказаться! Пора действовать! Ох, плохо мне что-то! Сейчас, кажется, помру! Эй, слышь! Один из пленников помирает уже, о! Давай его съедим, а? Все равно ведь пропадет! Эй, так нельзя же! Хозяин запретил! А мы скажем, что он сам издох! Ну что, давай, а? Ну ладно! Давай, притащи его сюда! Я пока костер разведу! Эй, ты! Что, издох уже, да? Сейчас ты сам издохнешь, зеленая тварь! Вот так вот! Минус одна лягушка! Минус одна лягушка! Субтитры создавал DimaTorzok Минус одна лягушка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам нужно двигаться как можно быстрее, чтобы встретить врага подальше от нашего замка. Не стоит подвергать невинных жителей риску. Но ведь наш отряд слишком велик. Мы не можем передвигаться еще быстрее. Дракон Я слышал, солдаты поговаривают о том, что у врагов есть драконы. Как думаешь, это правда? Не, конечно я в это не верю. Откуда им взяться? Ведь последнего дракона убили больше тысячи лет назад. Ах, думаю это все солдатские байки. Брат, мне кажется не стоит пренебрегать слухами о драконах. Пока я прозябал в монастыре, у меня была куча свободного времени и я много читал. Однажды мне попалась очень интересная книжица. Это была драконопедия. В ней описывалось, что драконы могут жить многие тысячи лет. А их любимое укрытие это пещеры в горах или глубоко под землей. Так что вполне возможно, что где-то еще сохранились эти чудовищные создания. Да даже если это и так. Не думаю, что один дракон сможет нам чем-то навредить. Это же всего лишь летающая ящерица. Ну чуть больше тех, с которыми мы в детстве играли. Помнишь? Ты им любил хвосты отрывать. Конечно помню, брат. Как такое забудешь? Но уверяю тебя, настоящие драконы гораздо больше тех ящериц. И храни нас, бог, от встречи с одним из них. Да ну брось, брат. По-моему, твои суеверные страхи чересчур преувеличены. С нами большое войско. Вон, посмотри. Много опытных лучников. А не любого дракона нашпигуют таким количеством стрел, что он вмиг станет похож на ежа. Послушай, твоя самоуверенность меня пугает. Если верить древним книгам, то некоторые драконы достигают просто колоссальных размеров. Так что ваши стрелы могут оказаться для него не страшнее зубочисток. Например, в Драконопедии описывался один из древних драконов, который одним своим дуновением мог снести пол замка. Пойми, в любом случае мы не можем отступить. Нам все равно придется сражаться. Даже если там будет тысяча таких драконов, я не отступлю. Брат, твоя преданность королевству похвальна. И смелости тебе не занимать, это каждый знает. Но, по-моему, не стоит вот так бездумно бросаться на врага. Мне кажется, стоит более тщательно проработать нашу стратегию. Хм, а ведь ты чертовски прав, а? И все-таки, как же хорошо, что ты поехал со мной. Субтитры подогнал «Симон» Вот черт! На воротах стража стоит! Нужно как-то пробраться мимо них незаметно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Эй, гляди-ка, пленник сбежал! Эй, гляди-ка, пленник сбежал! Эй, гляди-ка, пленник сбежал! Вот же паршивец! Сбежал-таки, а? Отправьте за ним болезников на волках! Пусть догонят и разорвут ее! Субтитры подогнал «Симон» 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 Мне кажется, стоит уже сделать привал! Солдаты слишком устали в походе! Субтитры подогнал «Симон» Согласен! Лучшего места нам все равно не найти! А утром опять двинемся в путь! Эхе-хе! Еще бы знать планы наших врагов, а? Ну, хотя бы где они сейчас находятся? Так это разведчики нужны! Те, кто может быстро и незаметно разведать местность! Ваше Величество! Рад приветствовать вас в нашем гарнизоне! Мы остановимся у вас на ночевку! Завтра утром продолжим свой путь! Но нам нужны разведчики! У вас есть быстрые всадники? Нет, господин! Всадников, к сожалению, у нас нет! Но зато! У нас есть летуны на амфиптерах! Оооо! Это даже лучше! Я читал в Драконопедии, что это одни из самых быстрых существ на Земле! Вот и отлично! Распорядитесь отправить их на разведку! Нам срочно нужно выяснить, где сейчас находится вражеская армия! После недавнего рейда у нас осталось три летуна и только два наездника! А можно я займу место третьего всадника? В детстве я учился летать на гиппогрифах! Думаю, и с амфиптером справлюсь! Ваше Величество! Ночные полеты очень опасны! Эх! Война вообще дело опасное! Если бы я боялся, то остался бы дома! Будь осторожен, брат! Понапрасну не рискуйте! Просто узнайте, где находятся враги и сразу назад! Не вздумайте подлетать к ним близко! Я уже и так потерял одного брата! Не хочу потерять еще и тебя! Не волнуйся, братец! Оглянуться не успеешь, как мы вернемся! Ну, по коням, друзья! До свидания! что-то неспокойно мне на душе еще и сестренки где-то там далеко раскидала нас судьба по разным землям может хотите послать к ним гонца узнать как они поживают да пожалуй стоит их предупредить о начавшейся войне пусть будут там поосторожнее хорошо господин я прикажу сейчас же отправить гонца с вашим письмом мы почти догнали его еще немного и наши волки смогут отведать свежей человеченки вот же засада похоже мне не уйти от волкалаков что же делать о вон виднеются уже башни какого-то замка это похоже на флаги соседнего королевства быстрее ленивые скотины он уходит догоните его или сами станете ужином пещерному троллю и я и это и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, мне повезло. Это же замок Лорда Богхета! Субтитры сделал DimaTorzok Господин, ночь уже заканчивается, а мы так никого и не обнаружили. Может, враг отступил? Хотелось бы в это поверить, но мне кажется, этот враг так просто не отступит. И все же, пора возвращаться. Днем мы слишком заметны. И если враг все-таки нас обнаружит, мы станем хорошей мишенью для лучников. Ладно, возвращаемся. Но сперва долетим вон до той горы и глянем за нее. О, боги! Вы только посмотрите туда! Я прям как чувствовал, что они там! Теперь нужно срочно возвращаться, пока они нас не заметили! Да, вот теперь можно с чистой совестью возвращаться к своим. Мы выполнили свою миссию. Враг обнаружен. Не спешите! Самое интересное для вас только начинается! О, нет! Это живой дракон! Мы пропали! Так, спокойно, спокойно! Амфиптеры гораздо проворнее драконов! А ты точно в этом уверен, человечешка? Точно! Драконопедия не может врать! Так что попробуй нас догони, летающая ящерица! А-а-а! О, нет, господин! Не стоило его злить! В рассыпную! Двух сразу ему не поймать! Хоть один доспасется! Уже почти полдень, а разведка до сих пор не вернулась. С ними что-то случилось. Даже если это и так. Господин, нам больше некого послать к ним на помощь. Значит, я сам поеду. Господин, вам нельзя! Вы единственный военачальник, оставшийся в живых. Но там же мой брат! Возможно, он еще жив! Я должен его спасти! Тогда мы поедем все вместе! Я возьму весь свой гарнизон из замка! Нет, замок это хорошая оборонительная позиция. Его нельзя оставлять без войска. Летят! 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 Что с ним? Кажется, он еще жив, но без сознания и очень сильно изранен. Быстрее, быстрее! Отнесите его к врачу. Амфиптер накормить и тоже перевязать раны. Брат, я был прав. У них есть дракон. И не просто дракон, а очень крупный, огнедышащий. А войско? Вы обнаружили войско? Да, мы их видели, но об этом не стоит беспокоиться. Они еще очень далеко, в нескольких дневных переходах. Тревога! Тревога! Вражеская армия на подходе! Ты же сказал, что они еще очень далеко. Эээ... я не знаю. Я своими глазами видел их лагерь. Может, это... другая какая-то армия наступает? О, боги! Там у них дракон! Да нет. Похоже, что все-таки они. О, боги! Молодец, Десебрус! Отличный портал создал! После нашей победы назначу тебя верховным магом! Благодарю, ваше величество! У меня еще остались силы! Пожелайте, и я разрушу их стены! Не стоит! Побереги их на другой случай! А со стенами мой дракон сам справится! Благодарю вас, лорд Миргат! Что вовремя оказали мне помощь! Если бы не ваши лучники, орки наверняка настигли бы меня! Сударь! Не стоит благодарности! Мы лишь сделали то, что должны были! Но позвольте, что с вами случилось? Почему вы оказались без охраны? Да, это длинная история! Но я смотрю, вы не в курсе, что на наше королевство напали! Это кто же осмелился? Эти, что ли? Жалкие зеленокожие твари! Да, именно они! Это орки! Но сами бы они не осмелились этого сделать! Ими руководит темный лорд! Он наделен какой-то сверхъестественной силой! Хм, да разве такое возможно? Если бы я не видел этого своими глазами, то ни за что не поверил бы в это! Но я был у них в плену! И видел, как ведьма дала какой-то заколдованный отвар лорду! И он превратился в нечто страшное! Скорее всего, он уже даже не человек! Но ведь у короля очень сильная армия! Неужели он не одолеет этих орков? Эх, если бы там были только орки! Но, к сожалению, у них есть дракон! Невероятно! Ведь драконы уже давным-давно вымерли! Где они его нашли? Да, теперь это уже не важно! А важно лишь то, что у них есть теперь самое грозное оружие! Которому нам нечего противопоставить! Да, господин! Вы абсолютно правы! Королевство в опасности! И теперь каждый воин на счету! Нельзя больше медлить! Мы выдвигаемся на помощь королевской армии! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Владыка, наша пехота уже у замка Но там высокие стены Нам не достать их Выпускайте дракона Пусть расчистит им дорогу ГОНО! 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 Продолжение следует... 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 Сэр! Сэр! Мы не можем пробить дракона! Его чешуя слишком прочная! Наши стрелы отлетают у него словно горох! Но у нас же есть катапульты! Разве они не могут его подбить? Но, сэр! Наши требушеты слишком неповоротливы! И они не успевают по нему попасть! Ах! Ах! Черт побери! Он разрушит все наши башни! Смотрите! Орки пошли на приступ! Они уже врываются в замок! Алибардисты! Остановить орков! Они не должны войти в замок! Вперед, ребята! За короля! Ура! Ура! Вперед! Ура! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего страшного... У нас еще остался резерв... Мои копейщики... И королевские лучники... Погодите... Еще рано их вводить... Мои алибордисты крепкие ребята... Я уверен... Они задержат орков у стены... Да... Но что нам делать с драконом? Мы не можем его остановить... Все бесполезно... Если мы его не остановим... Он сожжет все наши войска... Боюсь нам нечего ему противопоставить... Как ни прискорбно это осознавать... Но мы проиграли эту войну... Нет... Я не согласен с этим... Мы будем драться до последнего... Подожди брат... Не стоит бросаться в бой сломя голову... Я уверен... Мы что-нибудь придумаем... Нам нужно только время... Вот его-то у нас как раз и нету... Вы разве не видите... Мы здесь в ловушке... И наша участь предопределена... Нет... Нам лишь нужно отвлечь дракона... Это я беру на себя... А вы... Собирайте остаток войск... И отступайте из замка... В сторону столицы... Но брат... Как ты это сделаешь? Да и орки... Не дадут нам покинуть замок... Они сразу кинутся в погоню... Орков задержат алибордисты... А вы... Выходите с другой стороны замка... Через главные ворота... Лорд... У нас же остались еще амфептеры... Мне нужен самый быстрый... Конечно, сэр... Но ведь это очень опасно... И стоит вам делать это самому... К сожалению, наездников больше не осталось... Да и должен же я внести свой вклад в нашу победу... Прощай, брат... Надеюсь, еще увидимся... Прощай, нефрик... Да хранят тебя боги... Субтитры создавал DimaTorzok 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 сколько сможем. Лорд, вы самый благородный человек на этой земле. Я никогда не забуду вашего подвига. Клянусь, ваше время дорого. Уходите, мой мальчик. Нефрит не сможет долго удерживать дракона. Был рад служить вам и нашему королевству. Пощайте! Вперед! Вперед, алибатисты! За короля! Вперед! На, получай! Проклятые лягушки! Али! Руби! За королев! Редактор субтитров А.Семкин Да что ж такое! Никак не получается стряхнуть его с хвоста! Кажется, Амфиптер уже начал уставать. Но возвращаться нельзя! Надо как можно дальше увезти дракона! Давай, малыш, продержись еще хоть немного! Я же говорил! Где тебе тягаться со мной? Мой жалкий человечешка! Ха-ха-ха! Алибардисты, вот и пришел наш конец! Но знайте, наша смерть будет не напрасной! Мы задержим неприятеля, и как следует намнем ему бока! Они долго еще не забудут остроту наших алибард! За короля! Ха-ха-ха! Владыка! Наш дракон улетел! Алибардисты очень сильны! Они отражают наши атаки одну за одной! И как будто вообще не устают! Они словно сами сделаны из стали! Ничтожные твари! Вы что, не можете справиться с горсткой людишек? Бросьте на них пещерных огров! Алибардисты, 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 алибардисты! Рубить! Рубить! Рубить кромсать! Рубить! Бежать-бежать! Ребята! Держать строй! Алибардисты! Стоять насмерть! За короля! Рубить кромсать! Ах... Наконец-то крепость пала! Принесите мне голову принца! О, повелитель! Мы не нашли ни принца, ни его солдат! Наверное, они ушли! Что? Вы издеваетесь надо мной? Ты хочешь сказать, что все это время нам противостояла эта маленькая кучка алибардистов? Но, повелитель, мы ничего не могли с ними поделать! Они дрались, как неистовые! Каждый алибардист стоил десятерых наших! Тупицы! Ничтожества! Следующий раз я сам поведу войска в атаку! Вперед! Нужно догнать беглецов, пока они не укрылись в другом замке! Сэр, копейщики очень устали! Нужно сделать привал! Но ведь до замка еще очень далеко! Нам нельзя останавливаться! В открытом поле наши войска очень уязвимы! Да, сэр, я понимаю это! Но солдаты в тяжелой броне не могут маршировать целый день! Если мы продолжим поход, они просто попадают без сил! И мы растеряем все войско! Ладно, придется сделать привал! Но только ненадолго! Субтитры сделал DimaTorzok Ох, надеюсь мы поспеем вовремя! А что если мой брат уже вступил в битву с орками? Нужно поспешить! Лорд Миргат, нельзя ли приказать солдатам двигаться быстрее? Но, сэр, наш отряд идет так быстро, как только может! Пешие воины не могут идти быстрее! Но что если брату нужна наша помощь? Быть может он сейчас в опасности? Ведь у орков очень много войск! Может мы можем двигаться хоть немножко быстрее? Да, сэр, мы конечно можем поскакать быстрее! Ведь у нас есть конница! Но тогда нам придется оставить лучников позади! Нет, разделять отряд нельзя! Это очень опасно! Смотрите, сэр, там впереди показался какой-то отряд! Да, действительно! Это солдаты! Но на орков они совсем не похожи! Кто это может быть? Даже если это не орки, нужно быть готовым ко всему! Сейчас очень смутное время! Так что это могут оказаться разбойники! Лорд, давайте подъедем поближе и посмотрим, кто это! Субтитры создавал DimaTorzok О, да это же отряд моего брата! Как же я рад тебя видеть, брат! Смотрю, ты времени зря не терял! Как тебе удалось сбежать из плена? Ай, это длинная история, брат! Как-нибудь в другой раз расскажу! А это лорд Миргат! Он привел свой гарнизон тебе на помощь! Рад служить, сэр! Наши копья и луки в вашем распоряжении! Это очень кстати! Поскольку мы потерпели поражение в крепости лорда Богхата! Его алибордисты храбрые ребята! Они сражались как львы! Но любое оружие бесполезно против драконьего дыхания, увы! О боги! Его крепость пала? Да, боюсь, что так! Мы чудом смогли выбраться из этого ада! Алибордисты остались прикрывать наше отступление! Если даже лучники и катапульты не смогли остановить дракона, а за крепостными стенами не удалось спрятаться от его дыхания, то что нам остается делать? Нет, я уверен, должен быть способ, как убить дракона! Ведь убивали же их как-то раньше! Ведь убивали, да? Конечно убивали! Ведь мы истребили всех драконов! Ну, по крайней мере мы так думали! Но с тех пор люди совсем забыли о драконах! И разучились это делать! Рома, ну вставай! Хватит спать! Сколько можно уже? На войну пора! Мои братья и отец в опасности! Мы должны им помочь! Кто это мы? Это война людей! Это не моя война! Зачем ты меня разбудила? Эти алчные людишки опять дерутся из-за золота! Я не стану им помогать! Да нет же! Все гораздо серьезнее! На королевство людей напали орки! И они хотят нас всех уничтожить! Если их не остановить, рано или поздно они придут и сюда! Тогда это будет уже твое дело! У орков есть дракон! И люди навряд ли смогут с ними справиться! Помоги нам! О, великий и древнейший дракон! Орки, говоришь? Это те самые зеленокожие лягушки! Которые прячутся по болотам! И у них есть дракон! Ха-ха-ха-ха! Я хочу на это посмотреть! Что это за дракон, который воюет за лягушек? Ха-ха-ха! Ну, давай! Залезай ко мне на спину! Да держись покрепче! Я уже давно не летал! Сперва может немного потрясти! Ха-ха-ха! Дракон у лягушек! Но принцесса! Насмешило! Ха-ха-ха! А-а-а-а! Ух, чуть не погиб! Хорошо, что в болото упал! Эх, бедняга! А тебе не повезло! Спит с миром, приятель! Ой, орки уже и до сюда, по-видимому, добрались! Теперь никому покоя не будет! Ну что, дружок, нужно поспешить! Может, мы с тобой еще сгодимся на что? Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, солдаты уже достаточно отдохнули. Пора двигаться дальше. Да, сэр. Солдаты восстановили силы и могут продолжить путь. Тревога, тревога! Вражеская армия на подходе! Орки уже перешли реку и направляются к нам! Ой, они чуть не застали нас врасплох. Теперь нам не избежать битвы. Где же мы будем сражаться? Может, нам здесь, в холмах засесть? Нет, ведь у нас теперь есть кавалерия, а ей нужно открытое пространство. Трубите общее построение! Мы встретим их на большом поле, за холмом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то мы настигли этих жалких людишек. И сегодня я сам поведу вас в атаку. Теперь мы покончим с ними раз и навсегда. О, мой господин! Не забудьте выпить волшебного эликсира! Иначе силы покинут вас! Давай его сюда, старуха! Субтитры сделал DimaTorzok Копейщики, сомкнуть ряды! Копья вперед! Лучники, готовься! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берёд, мои верные псы! Уничтожим их всех! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, стоять на смерть! Замкнуть ли вы? Людей! 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 Лучники! По оркам! Стреляй! Ребята, привет! Руби! Проклятые орки! Людей! Людей! Руби! Руби! Садись! Садись! Руби! Руби! А! Олежь лягушек! Руби! Руби! Копейщики! Держать строй! Держать! Сомкнуть ряды! О, повелитель, за рядами копейщика спрятались лучники, они уже перебили половину нашей пехоты Так пошлите на них наших арбалетчиков, пусть отвлекут их Остановите их, лучники! Пли! П 배ткнинг! Продолжение следует... Кавалерия, мы должны остановить волковаков. Они хотят обойти нашу армию с фланга. За мной! За короля! В атаку! За мной, ребята! Людей! Людей рвать! Ребята, вперед, проклятые орки! Ребята, получай! Ребята, мужики проклятые! Людей! Людей рвать! Ура! Ура! Кажется, мы начинаем теснить неприятеля! Смотри! Рано радоваться, братец! У них войска больше! И резервы еще остались! Да нет! Ты посмотри только! Как наша кавалерия протаранила этих волчьих всадников! Сейчас от них только одно мокрое место останется! Ну, а на лучников посмотри! Какие удальцы, а? Сразу видно, королевская гвардия! Вон она как! Разогнали этих горе-арбалетчиков! Да, теперь я вижу! У них очень сильное войско! Нужно избавиться от кавалерии и лучников! Выпускайте на них огров! Пусть раздавят их! Людишки! Топтать людей! А-а-а! Бить их! А-а-а! Ну вот, братец, мы отбили первую атаку! Это было совсем нетрудно! Ну, боюсь, отдохнуть у нас не получится! Вон, уже опять наступают! Ничего-ничего! Наши солдаты почти не устали! И с этими справимся! Стройся! Стреляй! Стреляйте по ним! Орки! А-а-а! Топтать людей! Стреляй, Огра! Смотри, сбоку заходит! За короля! В атаку! За мной, ребята! Топтать людей! А-а-а! Проклятые Орки! О-о-о! О-о-о! О, Повелитель! Наши Огры остановили конницу! И задержали лучников! Может, пора выпускать дракона? О-о-о! Не-е-ет! Дракона прибережем для штурма столицы! А с этими букашками я и сам справлюсь! Людей, людей рвать Братец, на нас надвигаются огры Кавалерия почти вся растоптана Что делать? Скоро они начнут теснить наших копейщиков с фланга Так, нужно перебросить второй отряд лучников на правый фланг Но тогда мы оставим центр без поддержки А у противника еще очень много здесь войск Ничего не поделаешь Если не остановим огров Они раздавят все наши войска Стреляй, стреляйте по ним Людей, людей рвать Ребята, стоять насмерть Танкнуть ряды Ну вот и все, пришел и наш час Нужно поднять мораль у солдат Иначе они побегут Вперед, братец, это наш последний бой Да, брат Не посрамим наше королевство За короля! Их слишком много Вперед Яệt, духе, духе, духе Современно АПЛОДИСМЕНТЫ Людишки упорно сопротивляются, наши войска несут большие потери. Думаю, пришло время открыть портал и впустить запасные силы. Да, думаю, гоблины уже заждались. Братец, смотри, враги призвали еще подкрепление. Теперь нам точно не устоять. Даже не думай об этом, мы не сдадимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что это такое? Откуда у людей взялся дракон? Уничтожьте его! Ну что, зеленокожие? Не ждали нас? Субтитры сделал DimaTorzok Дракона! Недоумки! Да как ты посмел помогать людишкам? Ты же дракон! Ха-ха-ха! Теперь я вижу, что это правда! Няшка, ты не обманула меня! Действительно, у лягушек появилась ручная ящерка! Ну-ка, подожди меня на земле! Что ты сказал? Я разорву тебя! Что ты сказал? Я разорву тебя! Спрашиваю последний раз! Почему ты помогаешь людям? Спрашиваю последний раз! Почему ты помогаешь людям? Переходи на нашу сторону! Наш владыка непобедим! Переходи на нашу сторону! Ведь наш владыка непобедим! Я помогаю друзьям своим! А лягушкам служить не стану! Тогда ты умрёшь! Тогда ты умрёшь! О, нет! Я потерял контроль над драконом! Похоже, он мёртв! Ах, какой же ты ничтожный маг! Рома, спасибо тебе огромное! Ты очень нам помог! И мы никогда не забудем твою доброту! Ах, к сожалению, мне пришлось убить собрата! Обычно драконы так не поступают! Но, похоже, он был не в себе! Я уверен, что тут не обошлось без тёмной магии! Тогда мы должны отыскать этого злого мага, пока он не натворил ещё каких-то бед! Эй, старуха! Я чувствую, как мои силы кончаются! Дай мне ещё твоего волшебного отвара! О, господин! Отвар кончился! Мне нужно время, чтобы приготовить новый! Тогда поторопись, ведьма! А я пока разберусь с принцами! А ты, маг, задержи дракона! Хоть на это ты способен? О, да, господин! Я создам такую стену, что ни один дракон не сможет её преодолеть! О, да, господин! Ненавижу. Что за ерунда? Он очень силен. И я не могу пробить его защиту. Я уничтожу вас. Затру в порошок. Брат, нам сказочно повезло. Мне кажется, это наши сестренки пришли к нам на помощь. Да, так и есть. Но появилась еще проблемка. Главарь орков с остатками войск надвигается на нас. И боюсь, няшка не успеет к нам на помощь. Тогда мы сами должны его остановить. Людей. Людей. Сейчас, сейчас, господин. Еще совсем немного осталось. И зелье будет готово. Ого, это кажется ведьма придворная. И, судя по всему, она не на нашей стороне. Так, вот еще добавим гнилую плоть червя смерти. Так и есть. Похоже, она готовит зелье несокрушимости. Я видел этот рецепт в драконопедии. Нужно ее остановить. Вот тебе, проклятая ведьма. Да где же эта старуха? Когда она принесет мне зелье? Смотри, брат. Мне кажется, темный владыка слабеет. Да, так и есть. Давай поднажмем. Мы сможем его одолеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умри, проклятый злодей! Постой, брат! Не нужно его убивать. Он уже не опасен. Ты что? Из-за него погибло много народу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ему нет прощения. Согласен, брат. Он будет наказан за свои преступления. Смерть это слишком слабое наказание для него. Мы отвезем его в столицу и посадим в тюрьму, где он останется в заточении навечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сестренки, вы, как всегда, вовремя. Если бы не ваш дракон, мы бы погибли. Где вы его нашли? Ну, это длинная история. Расскажу по пути в замок. Да, пожалуй, пора возвращаться. А то отец наверняка места себе не находит. Нужно всем сообщить о нашей победе. И уж теперь-то он точно вас простит. Ведь мы привезем ему такой хороший подарок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Молодцы, дети мои! Вам таки удалось победить это зло и уничтожить проклятие, висевшее над нашим королевством все эти годы. Отец, о каком проклятии ты говоришь? Давным-давно одна старая ведьма прокляла весь наш род, потому что я отказался на ней жениться и пообещала уничтожить все мое королевство. Именно поэтому всю свою жизнь я укреплял наши границы и оберегал вас как мог. Прости нас, отец, что мы не слушали тебя и вели себя так эгоистично. Нет, дети мои, это вы простите меня. Я слишком долго был королем и привык думать только о королевстве. Но теперь я спокойно могу снять корону со своей головы и стать просто отцом моих прекрасных детей. Вот так и закончились приключения двух принцесс, а вместе с тем и их братьев. Король оставил трон и уехал в деревню растить многочисленных внуков. Дракеанос унаследовал трон и теперь правит королевством. Хипстер стал главным военным министром и продолжил укреплять границы королевства. Лисичка отправилась в дальние края открывать новые, доселе неизведанные земли. Няшка вернулась в свое новое королевство и продолжила его развивать и ждать принца на белом коне. Ну а я, Нефрит, удалился от мирской жизни и продолжаю изучать науки в монастыре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова